Сейчас поделюсь с вами результатами эксперимента по краткосрочной аренде, который мы провели на примере квартиры в Чикаго, о которой я рассказывала в одном из предыдущих выпусков, посмотрите, если не видели, которая до сих пор актуальна. Тем не менее, с одним из потенциальных клиентов, с которым ведем переговоры, мы решили провести такой двухдневный эксперимент, а именно выложить эту квартиру на букинг. Сейчас объясню, почему это возможно. Квартира в любом случае забронирована уже нами, то есть договор сейчас в настоящий момент подписан с нашей компанией на ее покупку, но, как я говорила ранее, мы ее готовы переуступить, если кто-то из вас захочет ее приобрести. В любом случае мы заработаем либо на комиссии, либо, соответственно, на последующей аренде. Итак, для того, чтобы посмотреть, сколько же квартиры это действительно приносит денег в краткосрочную аренду, мы ее загрузили на букинг. Мы знали, что эта квартира сдавалась в 2023 году через Airbnb, самый популярный сервис по аренде в США. По тем данным, получалось, что квартира на Airbnb приносила около 1000 долларов в неделю. И сейчас мы решили добавить новую площадку «Букинг», на которой она не была ранее опубликована, для того, чтобы посмотреть, какой спрос там. «Букинг» больше популярен в Европе, но, тем не менее, в Америке также, естественно, им пользуется. Для этого мы, соответственно, загрузили этот объект. Сразу оговорюсь, да, что, естественно, даты мы открыли только с конца мая, так как нотариальное оформление этой сделки будет проведено в начале мая, и после этого эту квартиру сразу можно будет сдавать в аренду. Кроме того, мы, естественно, отключили мгновенные бронирования, то есть в данный момент мы не принимали и не можем принимать бронирование, но мы ее выставили для того, чтобы посмотреть спрос, то есть поставили такую опцию, как «Букинг-реквест», то есть люди могут запросить бронирование в этой квартире, и тем самым, благодаря этому, мы можем посмотреть, насколько действительно есть спрос в Чикаго на такого рода недвижимость. Итак, для того, чтобы понять, какую цену поставить на эту квартиру, мы просто рассматриваем на «Букинге», что и сколько сдаётся похожего по размеру и количеству гостей. Сначала в будние дни мы решили для себя, что будем смотреть только минимум двухдневные бронирования, отказались от однодневных, так как, как правило, большие квартиры не очень целесообразно сдавать в аренду на один день в силу большого количества уборки, да и гости однодневные, они, как правило, менее трепетно относятся к жилью, чем те, кто проживает в нем более длительное время. Итак, значит, мы смотрим на «Букинге», сколько, соответственно, стоит снять квартиру в Чикаго с какие-то даты. Например, мы берём сначала будние дни в июне, выбираем просто так. Соответственно, на шесть гостей, так как в квартире три спальни, выбираем опцию «Апартаменты» и можем посмотреть, соответственно, самая низкая цена. Что мы видим? Мы видим 500, 600, 620. Итак, мы видим, что минимальная цена составляет где-то 250 долларов за ночь, ну и дальше идут цены от 300 и выше. То есть это цена буднего дня. Так, теперь мы откроем выходной и посмотрим, что происходит в выходные дни. Опять же, сортируем. Выбираем «Апартаменты» и смотрим. Да, выходные подороже, это 675, 712 и 800. То есть сутки стоят уже, считайте, 350, да, 350-400 долларов за ночь. Соответственно, примерно такой же диапазон цен мы устанавливаем для этой квартиры. То есть в будние дни там 250-300, выходные 300-400, 350-400 долларов за ночь. И смотрим, что у нас получается. Итого эксперимент проходил 2 дня, 24 и 25 апреля. И у нас получились следующие результаты. Нам поступило за 2 дня, 3, 4, 5, 8 запросов, но некоторые из которых дублируются по дату. Да, и как мы видим, явно в Чикаго популярны даты 31 мая, 3 июня. Соответственно, в эти дни, увидев такие запросы, соответственно, сумму надо, стоимость ночи надо явно увеличивать. Если исключить дублирующиеся запросы, то у нас получились 4 запроса на разные даты. Август, октябрь, май. 4 запроса. Таким образом, сумма бронирования за 2 дня составила 4300 долларов. Таким образом, получается, что после покупки квартиры вы можете с первых же дней начать на ней зарабатывать, то есть принимая бронирование от людей и принимая от них предоплату. Да, есть определенные ограничения, что, например, в нашем случае предоплата должна быть возвращена, если гость отказывается от бронирования до 30 дней перед приездом. Если вы новичок на букинге, там у вас будут, естественно, более строгие правила по приему платежей, но если вы заключаете договор с управляющей компанией, например, с нами или с другой, то у вас будет открыта сразу возможность получения платежей от клиентов. То есть, по сути, еще до их заселения, но есть правила по возвратам, и они четко прописаны. Но, тем не менее, вы зарабатываете буквально сразу же, даже еще не дожидаясь приезда гостей. Если говорить о сотрудничестве с управляющей компанией, то есть вы поручаете ей делать всю эту работу, то есть размещение на букинге, прием гостей, обслуживание, контроль за ценами, то, как правило, такое сотрудничество происходит в пропорции 70 на 30 процентов. То есть 70 процентов от всего дохода уходит собственнику, 30 процентов забирает компания. Отмечу, что цены здесь, которые мы видим на экране, они указаны уже за вычетом. То есть это цены конечные, которые получает собственник, да, или компания, которая управляет недвижимостью. То есть это сумма за вычетом уже комиссии букинга, которая составляет 15 процентов, за вычетом уже налогов, потому что они учтены в конечной, скажем так, оплате для клиента, и за вычетом уборки. Уборка также вынесена отдельно. То есть это действительно те реальные суммы, которые вы получите на выходе. Итак, квартира в Чикаго еще актуальна. Как я говорила, то есть процесс оформления завершается в начале мая. Если кого-то интересует, звоните, пишите, так как пока переговорные процессы идут, но до получения там задаткой подписания договора с кем-то. Я не могу сказать, что квартира забронирована, она все еще актуальна. Если у вас какие-то будут дополнительные вопросы, то тоже пишите их и в комментариях, и в личных сообщениях. Все данные есть в описании. И подпишитесь на канал, где мы продолжаем знакомиться с инвестиционной недвижимостью в США.